13-летние мальчишки и девчонки на татаме первенства по Волжье не выходили уже два года из-за коронавируса и ограничительных мер. Поэтому на этих соревнованиях борьба получилась интересной и захватывающей вдвойне делится впечатлениями судей. В этом возрасте подростки борются больше на эмоциях. Спортивная дисциплина не всем под силу. Многие дети первый раз приезжают на соревнования. Для них это азарт. Больше на интуиции еще борются. Потому что этот возраст, я бы не сказал, что есть какие-то свои лидеры. Очень непредсказуемая борьба по этому возрасту. Всегда интересно за ней наблюдать. Сборная команды Самарской области, как хозяйка соревнований, выставила самый многочисленный состав. Но это, как говорят эксперты, не показатель, что у 63-го региона будет больше шансов на победу. Например, гости из Ульяновска пока на стадии второго рождения дзюдо в своем регионе. Но амбиции чемпионские. Для приезда на первенство по Волжье они отобрали лучших на областном турнире. В каждом весе где-то было по 20-25 человек. То есть мы еще только начинаем набирать обороты. Так как у нас по сравнению с Самарской областью, с Башкирией, с Татарстаном, мы отстаем в количестве занимающихся. То есть если здесь участников было, если я не ошибаюсь, около 400, то у нас было 130 участников от всего Ульянской области в этом возрасте. За два соревновательных дня на татаме выйдут бороться за медали почти полтысячи дзюдоистов. Они разыграют 21 комплект наград. В первый день победители и призеры определятся среди юношей. Во второй на пьедестал почета поднимутся девушки. Золотые и серебряные медалисты по Волжье попадут в сборную федерального округа и поедут на командное первенство России. Кроме спортсменов на по Волжье дебютируют еще и молодые тренеры. Тренерский штаб именно в Самарской области достаточно омолодел. То есть те спортсмены, которые недавно боролись, уже сейчас представляют здесь своих спортсменов. То есть они секундируют спортсменов, они помогают и уже имея свой опыт спортивный перешли именно в тренерскую деятельность. Это не может не радовать нас, так как мы видим преемственность поколений. Командное первенство страны под дзюдо среди 13-летних спортсменов пройдет в мае в Новороссийске в формате «Стенка на стенку». То есть победа каждого дзюдоиста принесет очки в общекомандную копилку. Суммируя их, судьи определят чемпионов России среди сборных федеральных округов. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.